Разин высказался в интервью «Экспресс-газете», что Шатунова кремировали, чтобы скрыть причину его смерти. И вот что он говорит, рассказывает, а вообще... Это что-то новое. Откуда он взял это, не знаю. Я говорю, бывшего солиста легендарной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало 23 июня. И что случилось в тот роковой день, спорят до сих пор. Бурные пересуды вызвала смерть Шатунова. Его директор Кудряшов обвинил в случившемся ласкового майского продюсера Андрея Разина, который якобы подорвал здоровье певца бесконечными судами за право петь песни «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты. 27 песен. Сергея Кузнецова Музыкальному обозревателю «Экспресс-газеты» удалось связаться с находящимся за границей Разиным и выяснить, что он думает по этому поводу. «На самом деле Шатунова и других участников до смерти довели сами Кудряшов и Кузнецов», заявил Андрей Александрович. «Я не могу себе простить, что позволил этим ужаснейшим людям работать с группой». «Очень интересно. Когда я в свое время приехал в Оренбургский детдом номер два, где создавался «Ласковый май», Кузнецов уже не работал там музыкальным руководителем и находился под следствием. По словам директора детдома Валентины Николаевны Тазикеновой, он напился на работе, якобы в поисках туалета, ходил голый по детским спальням и развращал детей. Вдобавок ко всему пропала часть доверенной Кузнецовой музыкальной аппаратуры. После этого Валентина Николаевна уволила его и написала на него заявление в милицию. И она сказала Разину, я тебе не советую иметь никаких дел с этим человеком. Но в тот момент я не предал ее словам злочения. Кузнецов был нужен мне как автор песен, и я все-таки забрал его в Москву. Пришел в прокуратуру, назвался племянником Михаила Сергеевича Горбачева и сказал, что американский журнал назвал Кузнецова великим человеком. Его нельзя держать в тюрьме. Ну и далее тут говорится немножко о том, что якобы обижал, вот этот Кузнецов обижал Шатунова и других ребят. Вот, ну я не знаю, говорит гадости, вот в адрес Кузнецова. Я не хочу это все зачитывать, текст большой. Вот, и он утверждает, что вот этот вот, вот этот директор Аркадий Кудряшов и Кузнецов виноватый в том, что Шатунов умер. Короче, друг на друга катят бочку. Кто прав, кто виноват, я не знаю. Ну, наверное, то, что Разин говорит про случаи в интернате, наверное, надо спросить у самой, если она жива, Валентина Николаевна Тазикенова. И преподаватели, которые там раньше работали, они наверняка в курсе всех дел. Потом, наверное, надо поднять все документы. Был ли такой случай с Кузнецовым, с автором песен. Просто так клеветать это не дело. Должны быть доказательства. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Разин уже обвинил судью, что она виновата в смерти Шатунова. Теперь он говорит, что это директор виноват, и автор песен виноват. Короче, Шатунов умер, а люди решили на этом... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!